Дамы-господа, сегодня у нас, собственно, низшие дивизионы United Sexy Boys против Team Nevelaki. Это, сейчас, чтобы не соврать, это Краксигоры. И сегодня я не один, сегодня мой сокастер, товарищ великий, супер-бретонец, кровожадный, корнита, поклонник, сам Гритос. Аплодисменты. Всем привет, спасибо. Можно было бы не так официально, было бы достаточно просто царь, но ладно. И сразу же начинается, матч начинается, как мне интересно, захвата поля, ни один хуман не падает, потому что все знают, что это за команда, и все за нее болеют, даже зрители, которые не являются робосами. Все поголовно поддерживают, я бы сказал, что на хуманов, тут еще против него играют мерзкие эльфы, тем более еще и высшие эльфы, которых вдвойне приятно отпинать. А еще у этих обоих тренеров, насколько я знаю, будет возможность встретиться на слете, если они оба придут. И тогда они покажут, кто здесь настоящий эльф, а кто хуман. И пока что блицует, что там, Коннора. Бористан показывает мощь своего атака. Бористан, кстати, где-то уже лишился глаза. Или, может быть, он специально его прикрывает, чтобы было точнее видно, куда бить? Не, мне кажется, он косит по травмам. То есть те, кто они с травмами, им обычно меньше достается, то есть, ну, их уже жизнь покарала. Айс Рейн показывает мощь своего интеллекта. Айс Рейн блеснул, да. Но ничего, в следующий раз он покажет мощь своих мышц. Хотя загинование приятное, такое очень далеко улетело. Да. И, кстати, оно приятное для обоих команд, потому что, в учетом захвата поля, можно спокойно перестроиться. Хуманы тупо идут вперед, фалится гордом. И, кстати, размен приятный. Ты обратил внимание, улетел агильный эльф. Да. И плюс взятка ушла. Взятка — это уже плюсы для эльфов? Это уже приятно. Взятка сыграла за матч. Иногда бывает так, что взятка вообще не играет. Но ты при этом не фалишь. Овал косячат, как обычно. Овал не торт. Все это уже давно известно. Он в какой бы команде он ни выступал, он всегда косячит. О, отличное эльфийское начало. Очень эльфийское, я бы даже сказал. С дабл-черепов. Да, эльфам вообще дико не везет, что у них прям фанаты их не любят, сами эльфы друг друга не любят. И у них какая-то суицидальная наклонность прослеживается в их команде. Наверное, тренер задолжал им зарплату. Так и хочется сказать, никогда не называй команду так, как хочешь, чтобы она не играла. Как говорится, как назовешь корабль, так он и плывет. Да. Мне так и хочется сказать, знаешь, вот именно, Боб, вот именно. Да, Джим, и причем United Sexy Boys названы именно так, как за них пришли зрители. Зрители не трону ни одного игрока из United Sexy Boys. Это все не просто так. Совпадение, Джим, не думаю. Ты должен был совпадение, Джим? Я такой, не думаю, Боб. Да-да-да. А Срейн хотя бы движется в этот раз, и вытер слюни. Да, Срейн молодец. В этом плане, у него там еще сзади на сумочке лежит петух или что-то, фазан, наверное. Мне кажется, это последователь Динча. Он слишком умничал. Да. Еще забавно то, что на этого парня не будет разница аптечка, если он умрет. А, кстати, да, появилась же аптечка, которая, если мне не изменяет память, работает на первого травмированного. Он умершел. Нет, он умершел. Умершел? Да. Если игрок умирает, то у него тратит аптечка. Это связано с тем, что, я понимаю, не было такой жуткой текучки. Хотя настанет тот самый матч, когда United Sexy Boys умрет больше, чем один игрок за один матч, и эта аптечка не поможет. А, только на смерть, да, вот. Вот, есть из первых рук инфа, что только на смерть тратится аптечка. Окей, все хорошо. Ну, я пообщаюсь с богиней, возможно, ей слишком сильно нравятся эти ребята, и она не будет забирать лишних игроков. Так, ну, айфы обжимают хуманов, пытаются, по крайней мере, вжаться. Там, заметь, один одинокий Близзер с четырьмя игроками United Sexy Boys. И Ресл играет. Ну, кстати, да, Ресл в один куб. Как мы все это любим. Вместо черепка или стрелочек приходит именно Ресл. Так как, кто нас тут на подхвате? На подхвате у нас, по идее, Сиро Алана Рес, с четвертой Агилой, но он не добегает теперь. Эльфу очень грамотно перекрыли. Скорее, Дранкингном будет сейвить мяч. Ну, вы уже, как бы, без варианта, да, придет Странкингном. Ему не хватает очень сильно какой-нибудь блока-ресла, в идеале блока, конечно. Сильные парни не нуждаются в защите. Так. Сорос. Смотри, Колян и Сорос, оказывается, умеют сильно бить. Да, причем, я так понимаю, Сорос посмотрел, как успешно бьет Колян. Ему тоже захотелось попробовать кровь на вкус. Вместо того, чтобы взять Гарту, он, там, идти блогу, решил бить людей. Ну, не только людей. О, и травма тонкая. Эх, у него была слишком тонкая броня. Слишком ненадежно. Вот было бы надежно, зелененький, тогда, может быть, и две шестерки ему бы не прилетели в лицо. Травма абсолютно рандомная. И две единички. О, Айсрейн опять и демонстрирует свой интеллект могучий. Кидает начал две единички, а потом реролит их. Это уже похоже на блатбол. Это уже похоже на блатбол. И на мячик... А, нет, не на мячик. Это пошел на матку. Так, овал пока не косячит. Ой, неудачно. Возможно, кстати, не стоило кидать этот с 1д-блок. Он, конечно, 2+, но он освобождал эльф на халяву. Не, ну на него можно... А, рерол бы потрачить? Да, рерол бы потрачить. Тогда соглашусь, что это было излишне. Если бы рерол был, можно было бы кинуть. Все-таки это 2+, как никак, как сейфовое действие. А так, как освободил игрока, сейчас будет легкое выбивание. Ну, надо сказать, что на одном кубе здесь тоже было бы легкое выбивание. Не, ну там нужно было бы хотя бы прокинуть рисковые кубы. Работает и фиска и хитрость. И сразу же занос. Сразу же занос. И эльф опять в защите. Но эльфов уже минус 3. Причем эльф, в таком понимании, не особо. Поначалу хотел заносить. То есть он как бы пришел, сделал шаг, он стоял, подумал. Тренер сказал, заноси, заноси. И эльф сразу смекнул, что к чему и почему. Но зато ты видел, как эльф увернулся от руки Бористана. Так что тот сильным замахом попал сам себе же по лицу. Говорю, очень неприятное начало. Говорю, у них какая-то прослеживается суицидальная наклонность эльфов. Не просто так же, а не ночь в юбке. Драйвы в атаке нужны были? А, окей. Ну и по большому счету, вот этот занос, он играет больше на руку хуманам, нежели... А, стоп, подожди, это же была атака... А что было? Хуманов. Нет, тогда это не играет на пользу хуманов. Если бы это была защита, это было бы хорошо. Как сказать? Эльфы второй раз выходят на лосс, и у них уже минус 3. Возможно, с лосса улетит еще один. Вряд ли хуманы будут стесняться фалить. И уже играя в минус 4 против 11, уже будут проблемы. Но это удача большая для юноисельских бойц, потому что такой пробой заходит. И когда минус 3 эльфа за 4 хода, даже не за 4, а за 3 эльфа хода, это как бы на что-то намекает определенно. Вот, например, Колян демонстрирует силу своего мэтиблоу. Слово «совсем» не работаю, я считаю. Не туда, он просто прикладывает силу. О, а вот, кстати, у Сороса все получается. Сорос умеет. Так, что-то немного отстает у него штрима. Смотри, у меня сейчас овал прям вот нагнулся подбирать мяч. Не, у меня еще даже Соросу не ударил. Вот Сорос только сейчас начал бить, находит пятерочку. Я так понимаю, там травма будет, да? Да. Действительно, жесткий матч, уже 4 эльфа улетает. Это как бы 8 амбр. Скажи, когда овал будет подбирать, я плей нажму. А, хорошо. И овал подбирает. Хорошо, продолжаем. Ну, и он, конечно же, трусливо убегает в сейв. Не этому тебя учили овал в «Боге Хаоса». В любом он кинет дубль, и ему возьмут ХМП. Я выбрал ХМП на месте овала, если бы вы кинул дубль. И пол. И смерть. Смерть, дамы и господа. Это то, ради чего мы сегодня собрались. Да, у вас славцы их хорно. И фалит, кстати, второй раз гол варфалит. Это именно тот игрок, который имеет гард. Ему нужно было брать грязную ногу с такими успехами. Он делает 2 фала, и оба фала удачны. Правда, он очень честный. Он, скорее, очень неуклюжий. Он не может сфалить так, чтобы его не заметили. Тем не менее, 6 эльфов на поле осталось. Посмотрим, как будет игра продвигаться. И это только 4-х от эльфов. А их уже практически закончились. 4 эльфов не ощущаю. К тому же вылетели-то очень неприятные игроки. То есть, агильный парень, линеечки с реслами и блоками. А, это блица. Но, тем не менее, еще хуже. Хотя одного эльфа с даджом не вылетело. Это о многом говорит. То есть, эльфы-то до сих пор пока что не юркие. Вот если бы повлетали ребята с даджами, было бы значительно проблемнее. А вот эльфа показывает то, что вылетели не умеют. Он кидает 8-норочку. Слабовато. В принципе, что можно еще ожидать от эльфа? ТДС, фок. Я не собираюсь все чинить, я буду все ломать. Этого ушастого зовут Китер Виктор. Запомни его. Да-да-да. Подожди. Коляна ударил не Китер Виктор, Коляна, по-моему, ударил МАКБ-2. Ну, его потом спалил Китер Виктор. Так что, тут есть, да что он два зуба. МАКБ-2 уклонение. Коляна. МАКБ-2 палил. И овал косячит. Овал. Дарут, ТДС, фок. Понимаешь, сегодня, как бы, стрим моего дня рождения, и я даже его порчу. Настолько все любишь портить, то, что можно спортить даже свой день рождения. Да. Но самое главное не чужое. Своё одно вещь, что можно простить, поднять и отпустить. Не уверен. Хорошо. Сиро Ланорес получает удар. Агила, кстати, играет. Иска-1-2 находится на роли. Ай-яй-яй, это ланорес. Ну, ему будет опыта больше, чем, например, вот тому молодому человеку, которого здесь с черепком. Кстати, очень странный тровер. Обрати внимание, он на первом апе взял не Акурейт, как 90% троверов, а взял додж. Интересный такой вариант. То есть, он, скорее всего, будет каким-нибудь... Ну, я его, по крайней мере, увижу с доджом. Каким-нибудь парнем с киком и лидером. Ну да, вполне возможно, что он только будет. А, возможно, он просто играет не первый матч в своей команде и как бы видит вот эту фигню, которая творится на поле. И она постоянно, регулярно происходит. Поэтому этот парень что-то знал и взял додж. Тоже может быть, да. Стоп, а это зачем? А зачем такой блиц? Можно же было оттолкнуть по-добре. И были бы те же самые три куба. А, он Даклер освободил просто. А зачем? Если им не будет удара все равно, так как блиц уже был сделан. Я что-то не понимаю в этой игре. Как же много хороших кубов. Айс Рээль, ты что? Каси-пор. Вот можно было туда сейчас так-то поставить. Так, хуманы не успели перестроиться. Дабы и единички, кстати. Ну да. Дабы и единички там, дабы и единички здесь. Все ровно. Зато до этого было 4 шестерки подряд, 2 пятерки, 6-2 и 2 единички. И дабы и единички, кстати, перебрасывается на шестерку. То есть в эльфу 0 реролов. Ну да, черепа сыпет нормально. Эльфу пока очень везет. Он уже в тарифу на дабы и черепа ловится этот матч. По-друге есть. Пас через головы. Интерцепт не удался. Кстати, пас реролится опять же. Кечни не надо реролить. Все хорошо. 2-0. Ну, а то эльфы выигрывают. Все хорошо у эльфов. Относительно все хорошо в этом плане. Здесь хуманы демонстрируют откровенно огровскую или орчую игру, когда они просто идут и убивают. Но они совсем не могут в мяч. По-моему, у Кубанов-то он заклинил. Они что-то не разбираются в этом. Единственный игрок Овал пытается сообразить и понять, зачем вот эта округленная штука нужна в матче с шипами. Смотри, что самое веселое. 6 эльфов на поле. И они опять выходят на лоз. И до сих пор жив лонят. Хотя обычно неподготовленные новички вылетают раньше всех, не выдерживая всех тягот игры. Это обычный лонер. Он как бы уже видно, что не первый раз в чужой команде выступает. Кстати, переброс для людской команды приятен. А то там уже тоже нолик светился. Это значит, может Соросу нерить спокойно, не боясь ничего зафейлить. Да нет, ты посмотри на этих орлов. Мне вообще кажется, они ничего не боятся фейлить. И играет блок. Овал наконец-то что-то сделал. Скорее всего, Новос будет фалить. Новос уже оглядывается по сторонам, ждет, когда арбитр отвернется. 3 куба есть, 6-очка есть. Айс Рейн опять бьет. Интересный вопрос. Тут же есть действительно Новос. Почему не фалил раньше Новос? Почему будет такое жесткое доверие к God of War? Возможно, раньше он проявил себя с этой стороны, что он умеет это делать? Ну, тоже возможно. Интересно, появится ли в этой команде хоть одна грязная нога? Потому что пока еще никто не заявил желания быть красной тряпкой для чужих команд. И за бегание пошло. Возможно, специально заключат контракт с кем-то. Например, возродят в магазин Spike. И опять травма. Ты посмотри, что происходит. Да, это какая-то больная. Это по-другому не назвать. Так, 5 игроков на лося. Нет, на лося по-прежнему 3. Ой, точнее, на поле. На поле, извини, договорился. Я слишком увлекся игрой. Слишком увлекся башингом. Это завораживает. Стонущие эльфы, кричащие люди, куча крови, кишки, отрывающиеся головы, летающие по полю. Вот он, настоящий дух Бладбола. Вот ради чего мы собираемся здесь. И это только на трибунах? Да-да-да. На поле творится еще больше драма. Ни одного пробоя от эльфов. По-моему, они даже ни одного глушения не сделали. Эльфы и не особо фалят? И не особо бьют. Хотя, как они... Ну, по блицу они как бы делают. Только от этого ни горячо, ни холодно от этого блица. О, куча кубов. Удар. Борестан должен показать себя в этот раз? Нет. Борестан опять лажает. А вот, кстати, какой-нибудь парень с сильным ударом, типа Сороса, мог бы себя проявить с нужной стороны. О. И теперь криворукость проявляет Сир Аланарес. Несмотря на всю его ловкость. Они на пару с Ерусом косячат. Они разделили по Бразке две единички. Они по-прежнему не понимают, что это за фигня на поле или зачем она нужна. Зачем она нужна? Если можно бить морды. Да. А в этой игре разве не побеждают за счет очищения с поля эльфов? Что такое? Эльфы отказались делать удар и просто пропустили ход. Благородная кровь не позволяет марать руки об каких-то там хуманов, даже если они из-за такой популярной команды, как United Sexy Boys. А возможно это договорняк. Взятки нынче взятки нынче бубол не тот. Взятки раздают не только судьям, но и игрокам. Возможно. Возможно. Когда-то еще во времена Бл.е. первого был разрешен допинг, но с тех пор его убрали. И теперь остается только один единоправильный вариант. это раздавать взятки чужим игрокам. Да, с тех пор играть стало менее интересно. Ой, как далеко эльф убежал. А он сможет оттуда мяч потом переправить? Мне кажется, он не собирается переправлять мяч. Есть по зрению, что он зажмется где-нибудь в углу и будет на лице на афу. Сиро Лонаре сделал красивую посечку. Прям красиво так, хоп, и подсяк. Эльф понял, что здесь что-то не так и пора сваливать пить пиво. Будет в 3 куба удар по Лонеру. Должен быть. И находится шестерка под бросающему, по Троверу. И Тровер тоже валит с поля. Сегодня Колян прям в ударе. Ты понял афоризм в ударе? Да. Колян не только в ударе, но еще и любитель публики в данном матче. Хотя здесь каждый игрок любитель публики. На поле осталось 2 эльфа. Хотя больше всего любовь должен, конечно, завоевать мистер Голдвар за предоставленную смерть эльфа. Ой, как неприятно он поскользнулся на сырой траве. И вторая смерть. Вторая смерть за Евру. И его не стали вылечивать. Прекрасно. 90 тысяч просто так исчезло из игры. Посмотрим, было ли это оправдано не лечить игрока. Есть поздание, что после этого матча команда перестанет существовать не после сезона. Да, скорее всего закончат сезон и закончат свое участие. Возможно, тренер отправится тренировать другую команду с более прочным черепом. И менее юбка любива и длинного волоса. Не стоит трогать юбки, когда говоришь о высших эльфах. Это может сильно разозлить местные комьюнити на поле. Хоть оно не столь многочисленное, как допустим комьюнити людей или орков, но тем не менее. Говорят, на западе от империи начали поощрять ношение юбок мужчинами. Буквально через горы от имперских краев. Ужас, дворов на них не хватает. Да, эти ребята знают как карать за такое. Так, это похоже на выталкивание в 4 куба. Да, и я думаю у трогим дома есть все шансы на это. Тут можно даже 6 кубов попробовать выталкивать при большом желании. Нет, от не выталкивания. Это аккуратная укладочка в диагонали. Бам. И нету этого выталкивания, но другим способом. 8, да? Не хватило бы даже сильного удара. И мяч вылетает специально в руки команде людей. И я думаю, что сегодня явно болельщики играют против эльфов за людскую команду. По-моему, болельщики просто осознали, что на поле не остался над его эльфа, и уже без разницы, куда упадет мяч. Быстрее бы начался следующий драйв. поэтому решили помочь эльфам. Проломите им лицо. Помочь допить пиво и выставить их на лоз. Как раз-таки четыре штук осталось. и новос сейчас будет заносить, чтобы отличное решение я бы сказал. И заодно чуть-чуть Сорос опнулся. Итак, что у нас происходит? Один эльф поднялся. Один эльф. Внимание. Это Тровер. Тровер просто жаждет победы. Он верит в то, что этот матч еще можно вытащить. Мне кажется, они кинули соломинку, кто пойдет. И этот парень проиграл. Посмотрим, захотят ли отомстить за него его друзья в будущем. Есть еще вариант, что этот парень слишком быстро выпил свое пиво, в отличие от этих троих лежачих. Они смекнули, в чем дело. Иначе пить его слишком медленно. Людям возвращают один переброс за счет отличных болельщиц. Я думаю, в такой ситуации нужно заносить Астрейн. С Астрейном? Не знаю, посмотрим. Олдсину можно качнуть на 3, например. Или вообще было бы неплохо занести Дрантни Гном, потому что ему как можно быстрее взять блок в идеале. Достаточно далеко. Тут 13, а к тому же Астрейн. 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 Чисто теоретически здесь можно занести еще два гола, так что хватит СПП на всех. То есть 3 СПП дать Астрейн. Во-вторых СПП можно дать в принципе либо Дрантни Гнома, либо на всем. Остальные уже имеют свой СПП. Огры попробуют занести. Кстати, тренер нам передал информацию, что Новос так воодушевился после этого матча, что Император подарил ему силу дополнительную. Что Сигмар точнее подарил ему силу. Он подарил ему те самые доспехи Сигмарят, он их спрятал у себя под кожей. И теперь он более... Ой, какой пас шикарный. Какой шикарный пас. Но не точно. Знаешь, это как... Это шикарный пас, но это не точно. Скорее всего будет сейчас скататься 4 куба и кто-то ударит сильного удара. И это будет Снисорос. То есть скорее всего Айс Рейн будет пытаться получить нужный опыт. Ну да, вполне возможно. Ему как раз таки 2 СВП осталось. 6 кубов почему бы нет. Я бы его еще и зафалил у этого парня. Ну, поначалу бы я, наверное, все-таки подобрал мяч. Не, это все-таки надо сделать обязательно. 4 рерола, 4 хода. Потом, если он подберет без рерола, можно будет еще иной своей потратить рерола в крайнем случае. Если он вдруг не найдет счастую. Ты смотри, какая выстраивается клеточка. То есть фала сейчас точно не будет, но игроку будет просто некуда уйти. Либо минус 3, либо реролл был потрачен на лонера. Я не уверен, что это нужно было делать. вспоминается шутка про два стула, и вот эльфа сейчас примерно такая ситуация. Только стул один, но он смешан. Опять пятерочка. И это реролл, Да, рерол единичкой. Подожди, ты отстаешь. Второй удар Огром уже был? Нет. Ну давай, как вот второй удар Айс Рейн сделаешь, скажешь, мне продолжит. Хорошо. Все, он сделал второй удар. Это у меня сейчас перебежал так, Лев. Да. Ну да, в принципе, уже особо не на что смотреть. Единственное, то, что победит ли Джуфер, или он сыграл в ничем. Третья смерть в матче, вот это кровавый матч. Аптека откачивает этого парня, но я не уверен, что это пойдет ему на пользу. Ибо теперь он обязан будет выйти на следующий драйв. Все, все может быть, все может быть. Лучше бы он, конечно, Шикарный, неточный пас Сира Алана Реза прямо в руки овалу. Вот как надо играть, товарищи. Даже если у вас что-то не получается, вы должны выжить максимум из сложившейся ситуации. Да, Сорж неплох сделал, по-моему, одну травму. И люди, кстати, сравнивают счет. Что ж, у людей есть два хода на то, чтобы забить и выиграть. У эльфов есть два хода на то, чтобы забить и не проиграть. Я думаю, у них есть два хода на то, чтобы получить по лицу. Ну, если, конечно, они сейчас станут все трое, то в четыре лица можно, в принципе, что-нибудь сделать. Стал три. Один из них тройер. На кике тогда скажешь? Лонер не стал. Лонер продолжает пить пиво. У меня мяч в воздухе, короче, улетел и я на паузу поставил. У меня эльфы расставляются, стена лосс без вариантов и мяч в воздухе. Хорошо, продолжаем. И это блиц для Юнайтед секси-бойс. И, кстати, я не вижу, куда мяч приземляется. Это похоже на тачбэк. Да. Скорее всего, это тачбэк. отскок 3-1, это не тачбэк, это на одну клетку от центра. Отодвинется мяч. Так нет, оно же может войти в тачбэк и в тачбэке, который нет? Нет. Это отскок при розыгрыше, это не отскок от земли. Это, короче, ты кикаешь мяч. Хотя он мог нажать изначально, знаешь, когда вот ребята расставляются и ты случайно прокликиваешь оппонента и у тебя мяч улетает в космос изначально. Он совершает дерзкий мув, кидает несколько 2+, 3+. Тачбэк. Ну, все. Уже эльфы выиграют. У них сейчас хороший шанс за счет этого тачбэка. Да, да. Скорее всего, это, знаешь, когда вот оппонент расставлялся и ты случайно кликаешь ну там хочешь посмотреть игрока оппонента и он в это время нажимает подтвердить и у тебя сразу кика происходит. Скорее всего, именно этот момент был. Проблема второго ВП в том, что здесь нет остановочного времени перед тем, как ты будешь не две денечки, перед тем, как ты будешь кикать. Я надеюсь, что судьи как бы пересмотрят недостаток и рано или поздно сделают там секунд 5 на то, чтобы принять и кикать. решение. Ошибка у нас в том, что они забежали, они слишком поверили в себя и забежали абсолютно всеми вперед. Не осталось ни одного игрока на прикрытии, я буду оставить просто таклера. интересный удар, смотри, три куба сейчас, три куба в Атве, а это dodge, это dodge айсрейном, айсрейном показывает великолепный блатбол, но тупит и не может ударить правильно так, чтобы сбить игрока с ног. Но тоже был красивый, да, практически брейктакл. А я думал аланарес, кстати, побежит. Я бы вообще на самом деле побежал в тронтинг дома, по-моему, он там не добегал, да? Хотя нет, раз, два, три, четыре, пять. Скорее всего, тренер хотел просто левелапнуть именно айсрейна, поэтому он так сделал. Кстати, макал, еще один, приятно. И без удаления, судя... Этот муф на слабо делал, За все фалы, которые были в игре, единственные, кто вылетел, причем дважды, это God of War. Эх, так не хватило какого-нибудь. Ну что ж, Вантерн от Хуманов. Сможет ли шестой муф протолкаться вперед с одной френзей? Толкай, Огра! А сколько там нужно протолкать шестой муф? На пять? Пять клеток. Ага. Было бы две френзи? Нет, там нужно больше, там граб и две френзи надо. А Норсы могут за счет кучи френзи, по-моему, за счет пяти френзи они так-то могут протолкнуть. Подожди, сейчас я тебе скажу точно. Шестой муф можно толкнуть в принципе в одиннадцать игроков. Либо в десять игроков с двумя френзями, либо в одиннадцать игроков без френзей хаосом. Так, а что это было? Была шестерка и почему-то шестерку отменили. Это действительно какое-то протолкивание? Нет, нет, вроде все нормально. У меня был блиц, повалил игрока. Да, там был блиц и на блице стоп, что-то забыл. не-не, там АДВД и стрелка была и ее преролили в шестерку. да, все нормально. Мне показалось, что там было при первом ударе шестерка, и он не нажали. Будет ли Хигар зафален и он зафален? Странно, фолд до подбора мяча. До паса. Один из ПП пропадает. Ай, криворукий синие Рус. Более того, рерол есть, почему бы не попробовать сначала сделать пас? Ну, да ладно, оставим это на сулисте тренера Геннадия Секси Басси. Кстати, труп уносит МВП, синие Рус Апейца, все шикарно. И кто там? А, Джейн Грамм, то есть 8 СПП парень утащил, и в итоге эльфы получили всего лишь 7 СПП. Хуманы получили 10, 15, 22 СПП. Очень хорошо. Сорос даже все на левелап на скреб. Ой, синие Рус все на левелап, точнее, на скреб. Ну, что, отличная игра, очень много крови. Я, честно, я даже не верил в победу эльфов, но вот это запинывание, конечно, да, определило результат. Хорн определенно остался довольным этим матчем. Кстати, забавно то, что труп упал на, ой, MVP упала на труп, он апнулся, но, если бы этого чувака откачали, то тогда бы умер другой, уже апнутый. Да-да, тогда бы Тровер умер. Жалко. Ну, в принципе, мы поняли, что хорошо, что не использована была аптека. Пожалуй, Тровер чуть важнее, чем Блицер.